Ростовые куклы, несколько фотозон и горячий прием с хлебом с солью. Новополоск встречает гостей и участников международного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Хали-Хало». На протяжении двух дней в городе будут звучать детские голоса, но их отголоски услышат по всей стране и за ее пределами. Ведь «Хали-Хало» – важное культурное событие в жизни нашей страны и не только. Фестиваль, он безусловно занимает свое почетное место именно в фестивальном движении, фестивальном культуре Республики Беларусь. Поэтому тут, безусловно, без каких-либо «но» или других ограничений. Несмотря на все невзгоды, неприятности, будь то пандемия, либо какие-то внешние факторы, конкурс будет проходить. Он уже проходит 18-й раз, поэтому можно так сказать, что сегодня он отмечает свое совершеннолетие. Я думаю, что вы увидите просто прекрасные юные дарования, которые покажут весь свой творческий талант. И я надеюсь, я даже уверен, что это будет та малая ступень в творческой карьере юных исполнителей именно для дальнейшего творческого развития и карьерного роста. Два года «Хали-Хало» не проводился очно, и это ощущается. Преданные последователи конкурса соскучились прежде всего по уникальной атмосфере, которая отличает фестиваль. На открытие и закрытие, а также на конкурсные программы билеты разобрали как горячие пирожки. Высокая концентрация на «Хали-Хало» и почетных гостей. Все торопятся поздравить зрителей-конкурсантов с тем, что конкурс снова собрал друзей. И вот самая волнительная часть церемонии открытия фестиваля. Международный конкурс юных исполнителей странной песни «Хали-Хало-2022» объявляется открытым. Добрый путь, фестиваль! Добрый путь, местонародный! Конкурс юных исполнителей странной песни «Хали-Хало-2022»! В центре внимания в эти дни конкурсанты. Всего в оргкомитет фестиваля поступило более 170 заявок от участников из разных стран. Удача улыбнулась только 43 юным вокалистам. Мальчишки и девчонки из 20 городов Беларуси, России и Армении будут бороться за гран-при. Хотя для многих уже победа – попасть в число финалистов. Я приехала из города Орша. Буду исполнять две песни. Одну белорусскую «Намалюй» и вторую английскую «Сиза Цай». Я в первый раз на этом конкурсе. Я очень рада, что я прошла сюда. Я очень рада, что я сюда попала. Это для меня уже большое достижение. Я рассчитываю на что-то большее, на какое-нибудь место. Я приехала из города Санкт-Петербург, из России. Приехала впервые сюда. На самом деле очень давно хотела попасть на этот конкурс. Но обстоятельства были, что это вирус, то еще что-то. И вот в этом году получилось пройти. Я очень рада. Просто получить какие-то хорошие впечатления, яркие эмоции, постоять на сцене, ощутить. Я приехала из Армении, из Еревана. Я очень хотела из детства стать певицей. И когда я узнала, что здесь будет конкурс, я решила сюда идти. Я очень волнуюсь, но для меня это очень счастье. Я очень-очень любила этот город. Мне это очень нравится. Я даже нашла здесь подругу Ксюшу. Она очень хорошая девочка. Хали-хало – волнистное время не только для конкурсантов, но и для членов жюри. Им предстоит выбрать лучших. А сделать это будет непросто. Уровень участников фестиваля этого года как никогда высок. К слову, статус международного конкурс удерживает и в плане географии судейской коллегии. Определять победителей будут именитые музыканты, композиторы, творческие деятели из Белоруссии, России, Армении, а также Грузии и Латвии. Я на самом деле очень счастлива быть на белорусской земле. Я с огромной радостью всегда приезжаю в Беларусь и в Новополоцке. Я впервые. На Хали-хало я тоже впервые на этом фестивале. Фестиваль прекрасен. Было прекрасное открытие. И, конечно, я еду за эмоциями. Я еду посмотреть юных талантов. Возможно, кого-то куда-то пригласить, рекомендовать. Поэтому прекрасный фестиваль. И я понимаю уже по открытию, что конкурс хорошего уровня. Интрига конкурса раскроется 12 ноября. А пока юные вокалисты покорят Новополоцкую сцену и сердца жюри и зрителей. Каждый из них уже вытащил счастливый билет. Ведь Хали-хало умеет зажигать звезды и давать юным дарованием хорошую путевку в творческую жизнь.